привет друзья хочу показать вам небольшой видео процесс работы над портретом серо-коричневого котика полосатого у меня относительно небольшой формат листа здесь 25 на 35 он по-моему и я как правило всегда сначала делаю первый набросок и потом начинаю с фона здесь фон нейтральный серый я его покрыла сразу затушевала по цвету он видите не совсем совпадает с бумагой бумага здесь такого коричневатого оттенка и кстати очень удачного потому что для анималистики на замечательно подходит и я также замечала что многие художники именно вот этот цвет пастельмата используют я начинаю работу с ушек потом продвигаюсь на участок голуба также глазик и потихоньку добавляю цвет как раз мне помогает цвет бумаги потому что я могу использовать где-то там чуть меньше коричневатых оттенков больше уходить в какие-то рыжеватые в охру добавлять черный то есть заранее как бы продумывать мои цвета в зависимости от того что цвет он просвечивает да то есть цвет бумаги он будет немножечко светиться и будет как бы добавлять общего цветового эффекта после того как я сделала глазки я иду уже ниже белые светлые да здесь я использую разные карандаши очень хороши карандаши бренда карандаш швейцарские у меня они в разных светлых оттенках и даже и бежевые светло розовые они работают очень ярко как белый и где-то я их прямо даже вместо белого используем когда нужен ну такой вот небольшой нюансе цвета да потому что иногда все равно мы белые цвета с вами мешаем с другими чтобы уйти в более в теплый оттенок или в более холодный плюс иногда тот же цвет бумаги он может видоизменять оттенки белого здесь я уже иду ниже после того как щечки подбородок все сделано перехожу на участок шеи и груди и усы это конечно мы оставляем с вами на потом это мы будем делать в конце после того как все основные волоски и пушистости будут сделаны я стараюсь работать от темного к светлому сначала у меня идут темные карандашики потом я беру светлее и в конце уже финишная добавляю самые светлые но тут самое главное не переборщить с количеством вот этого тона количеством пигмента которые мы добавляем чтобы как раз нас поместили самые верхние светлые слои поэтому нужно чуть-чуть легче это дело чем нам изначально хочется особенно если у нас идут вот такие вот пятнистые полосатые кошечки где оттенков самого ворса их несколько да здесь по сути волоски если так вот разобрать саму породу здесь идут черные идут такие оранжевато охристые и белые и вместе они миксуются поэтому где-то получается больше коричневатый оттенок где-то получается бежевый в зависимости от того где на каком участке тела каких волосков больше и вот таким образом мы тоже стараемся передать вот этот момент иногда даже я вот сразу да как видно на лапке справа добавляю там и темные у меня черный потом идет вот такая охра рожеватый и дальше все это буду объединять уже добавлять с белым добавлять темным доделывать фон ниже вот такую подушечку и получается вот такой пушистый портрет кота уже с усами с глазами такая полноценная красивая эффектная и объемная работа я надеюсь что это небольшое видео было интересно и полезно и увидимся с вами на следующих видео пока пока